Сергей, с какими мы ожидаем нашли на бой с паразитами? Я ехал сюда побеждать, порадовать своих близких, свою команду. У нашей команды СЕЧПРО очень большие старты, летом предстоят, я открывал. Как капитан команды я задал темп, будем его придерживаться. Вы как-то так типа отрабатывали, например, ударную технику или что-то, готовясь к этому? Или в принципе, просто общая была такая история? У меня общая была подготовка, я развиваюсь во всех аспектах. Вообще, я люблю бить, но получилось задушить. И я работал с Дмитрием Алфеевым, с нашим тренером по борьбе, и Шарапом Гитиновым, Егор Пушкин. Все, все причастны к этой победе. Спасибо им. А вы ожидали, что так быстро будет в первом раунде? Никогда не ожидаешь, как будет на самом деле. Планировали, а там уже как получилось. Получилось так, я очень рад. Какой тут же у вас бой заводили? Это седьмая победа в М1. Я проиграл только чемпиону Алексея Кунченко. И я иду за поясом. Дальше какие у вас планы остается еще один? Хотите с тем расстретиться конкретно? Конечно. Сейчас будут разыгрывать пояс Шавхат Рахманов, Тиагов Режао. Это два парня, с которыми у меня есть свои счеты. Я думаю, что мы с ними встретимся в ближайшее время. А сейчас я планирую отдохнуть. А какие-то планы М1 у вас еще есть? Что именно? Какие-то планы где-то еще? Планы отдохнуть. Нет, М1 это мой промоушен. У меня контракт с этой компанией. И я счастлив драться здесь. Спасибо им. У вас же был желтокампочка. Да. Скажите, что не получилось в этой салоне? Пересидел в бане за день до этого. Я присидел с утра 2,5 часа. И вечером хотел догнать уже полностью вес. И не оставлять ничего. К сожалению, оставил 900 грамм. Но ночью мне стало плохо. Очень плохо. Прям у меня... Не помню, как называется. То есть у меня тошнило всю ночь. Я думал, что бой скорее всего сорвется. Мне пришлось попить воды. Дегидратация, по-моему, называется. И мне пришлось пить, пить. И я проснулся, у меня было 2 лишних килограмма. И я прошел гонять с утра. И мне остался килограмм. И я уже был бессил. Потому что ночью я не спал. Мне было очень плохо. Вот так получилось, к сожалению. Организаторы... Я, если честно, точно не знаю. Какое ограничение повесить? Нет, 77-100 я должен был весить. Я был на весах 81-100. И килограмм я не смог, к сожалению, сделать. Организм мой дал сбой. И у меня такой вопрос по предстоящему поединок. Вы думаете о Шавкатной позиции? Как может сложиться? И у кого противника сильнее, на ваш взгляд? То есть это ваше потенциальное собеседование? Шавкат техничный боец. Достаточно быстрый, развитый. А Тьяго большой, крепкий. И тоже не подарок. Я с ним дрался. У нас был... Я проиграл ему раздельным решением. Мне дали две желтых карточек во время боя. Я не согласен с этим поражением. Соответственно, жду, жду. А с Шавкатом у меня два боя не стоялось. Два раза я должен был с ним драться. Ну, тоже не стыковал. Сейчас они дерутся за пояс. Я иду за этим поясом. Посмотрим. Вы, я видел вот этот бой ваш в бразильцем. Что там получилось? Какое впечатление, что вы как-то не себе чувствовали бы? Нет, в начале... Перегорел? Нет, я не перегорел. Просто было попадание в па. Бразильец попал, допустим, я попал потом. Я прихватился за канат, да? Когда делали бросок. Мне дали сразу желтую карточку. А вообще, когда ты делаешь два подряд одинаково. То есть, если бы я два раза подряд прихватился, мне бы дали. А мне сразу дали желтую карточку. И второе. Мне дали за удар локтем. Хотя я попал предплечьем с бэкфист разворота. Тоже дали желтую карточку. То есть, соответственно, два балла у меня сняли. И раздельным решением я проиграл. То есть, по сути, если бы не желтая карточка, то... На мой взгляд, да. На мой взгляд, я уступил только второй раунд. Он был равный. Второй раунд я немного отдал. Первый, третий я забрал. И в третьем я не дожал. Чуть не добил уже. Там осталось... Я выжил. Вы же первый раз в Казахстане делаете? Второй раз я дерусь первый. Приезжал в Алмату. Вместе с моим товарищем Борисом Медведевым. Мне очень нравится Казахстан. Мне очень нравится, как ваша молодежь поддерживает бойцов. Это очень большой ажиотаж. И у нас есть чему пучиться. Вот именно нашим ребятам. Как ваш поддерживает бойцов. Как они смотрят, болеют. Это очень круто. Спасибо большое. Удачи вам. Да, спасибо вам. Спасибо.